This conference will now be recorded. Да, всем добрый день. Как уже предложила тем, кто подключился раньше, устраивайтесь поудобней. А с тем, чтобы можно было спокойно потом в такой удобной для вас атмосфере обсудить те вопросы, которые у вас возникнут либо после моей презентации, либо по ходу моей презентации. Значит, как мы с вами сегодня будем двигаться? Во-первых, я представлю свою экспертизу. И буквально несколько слов скажу о центре, учебный центр «Специалист». Для особенно этой информации будет интересно тем, кто у нас еще не учился или учился буквально на отдельных курсах. Да, добрый вечер. А дальше я представлю нам сегодняшнюю программу. То есть расскажу о тех вопросах, которые мы сегодня как раз в рамках нашего мероприятия обсудим. Ну и дальше мы, собственно, будем двигаться по этой адженде или вот по этому плану. Сразу скажу, что буду рада ответить на все ваши вопросы, которые у вас будут возникать. Пожалуйста, смелее задавайте их. Значит, единственное, на что хочу сразу обратить внимание. Чтобы у нас с вами не терялась логика или нить изложения, на горящие вопросы, которые будут связаны именно с пониманием тех вопросов, которые я буду вам представлять, я буду отвечать сразу. Ну, в противном случае, как вы сами понимаете, эффективность дальнейшего обсуждения будет стремительно уменьшаться. А на все такие более перспективные вопросы, более такие стратегические вопросы, я отвечу уже в конце. И таким образом, во-первых, мы с вами, у вас создастся полная концепция по поводу нашей дипломной программы, а во-вторых, я отвечу на все ваши вопросы. Итак, зовут меня Татьяна Анатольевна Тимина, и я являюсь преподавателем учебного центра «Специалист». А скажу сразу, преподавание – это лишь часть моей деятельности, потому что все-таки основная моя деятельность, она практическая. То есть более 20 лет в бизнесе и в консалтинге руковожу международными кросс-функциональными проектами разного масштаба и разного уровня сложности. А основная специализация – это решение задач на пересечении бизнеса, финансов, комплайенса, IT, то есть основных и основных поддерживающих бизнес-процессов, присутствующих в любой современной организации. Хочу особенно отметить из опыта, это как раз будет нам полезно в рамках нашего сегодняшнего дня открытых дверей, как раз участие в проектах, интеграция, оптимизация структуры, то есть то, что сейчас тоже крайне востребовано. И, конечно же, хочу обратить ваше внимание на внедрение проектных офисов. То есть у меня в этом плане богатый опыт как на внедрении в компании, в компаниях крупных проектного такой структуры, как проектный офис, так и участие в популяризации идеи. То есть если проектный офис уже есть, то очень часто требуется все-таки, знаете, привить у компании любовь к сотрудникам этого офиса. Вот, поэтому есть и тот опыт, и другой. А дальше вот здесь я привела опыт работы в корпорациях или с клиентами. Вы видите, здесь есть и коммерческие структуры, и государственные структуры, и есть некоммерческие структуры. Являюсь, как в основной моей специальности, являюсь создателем и руководителем Центра аналитической компетенции в проектной ассоциации, а также активно участвую в другом крупнейшем профессиональном, неформальном обществе в фармацевтической отрасли, которая называется SFI Академия. SFI – это повышение эффективности полевых сил. Вот такое направление, очень интересное. Чаще присутствуют в фарму отрасли, в FMCG отрасли, там, где есть и подразделения продаж, и создаются товары широкого потребления. О чем еще хотелось сказать в плане своей экспертизы? Имею награды, и особенно горжусь вот этой вот наградой, которую мы называем проектный Ганкур, поскольку она от национальной ассоциации профессионалов, управляющих проектами, может быть получена только раз в жизни. За выдающиеся заслуги, но в данном случае я ее получила за деньги как раз аналитических проектов. Поэтому, когда я буду говорить о текущих трендах, они тоже представлены не только на основе кабинетных, так называемых, исследований или изучения литературы, но и на основе моего практического опыта. Значит, есть награды за внедрение различного инструментария, то есть это серьезно были международные проекты, регулярно выступая на конференциях, и международных, и общероссийских по управлению проектами. Вот среди последнего, как раз здесь специально оставила QR-код, выступала в молодежной секции Международной ассоциации управления проектами не так давно, поэтому можно тоже для желающих, пожалуйста, можно бесплатно это выступление посмотреть. Там тоже достаточно много, как раз говорю об управлении проектами, и, собственно говоря, о том, как жизнь, как проекты сделать успешным. Помимо этого, есть сертификаты в области владения инструментами Microsoft Office, давно уже с 2007 года в степени MBA, и являюсь международным, являюсь ценным членом Международного института бизнес-анализа. Ну, собственно говоря, основное про мою экспертизу, вот основные моменты, которые полезны именно для нашего сегодняшнего дня открытых дверей, я вам представила. Ну что, а теперь, да, забыла самое главное, скоро у меня выходит книга. Первая книга как раз по тому, как, используя анализ, опять же, реализовывать успешные задачи и проекты. Ну, теперь по поводу моей экспертизы, основные моменты, да, особенно важные для нашего сегодняшней встречи, я вам представим. Не могу не представить наш учебный центр специалистов. То есть, как некоторые из вас знают, особенно те, кто у нас уже учились на отдельных курсах или на программах, уже 32 года учебный центр специалистов обучает людей и является центром номер один в России в области компьютерного образования. Вообще, скажу, случай беспрецедентный, чтобы 32 года на рынке образования, причем это же не государственный институт, да, где это, понятно, это, конечно, такой, знаете, беспрецедентный, я бы сказала, случай. Более миллиона у нас выпускников, причем, знаете вы, наверное, что у нас есть разные форматы обучения, о них я сегодня тоже скажу, потому что это все будет нам полезно и для понимания, как обучаем мы как раз по программе, по дипломной программе руководитель проектного офиса. Ну что, по поводу преподавателей, да, у нас более 250 преподавателей, и хочу сказать, что добрая традиция учебного центра специалистов именно брать преподавателей как с опытом преподавания, так и, конечно же, с практическим опытом, потому что в противном случае вот того качества обучения, которое мы действительно даем, мы бы дать не могли. Ну что, теперь посмотрим, а что же мы сегодня с вами, какие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим в рамках дня наших открытых дверей. Ну, первое, мы, конечно же, посмотрим с вами современные тренды в управлении проектами. Почему, ну, раз вы пришли на день открытых дверей, посвященном руководству проектным офисам, то, конечно, современные тренды нужны. Причем, понимаете, они нужны как для человека, который управляет проектами, так и особенно для человека, который возглавляет проектный офис. Почему, отвечу на этот вопрос чуть позже. Дальше. Конечно, мы с вами, как говорится, разберемся в понятиях и будем иметь один взгляд на вещи. То есть на какие вещи? На основные. Что такое проектный офис и какова роль его руководителя? Это крайне важно, потому что если мы не понимаем, что это, то тогда совершенно не совсем понятно, и чему, какие навыки, какие компетенции нужны, и, соответственно, почему мы в программу включили те или иные вопросы и те или иные курсы. Дальше, конечно, основное время мы с вами посвятим разбору программы руководителя проектного офиса, портфеля проектов, учебном центре специалистов. И очень подготовила, скажем так, три основных момента, как можно, используя потенциал учебного центра специалист, как сказать, оперативно получить, найти работу. То есть вот рекомендации по поиску работы обязательно скажу. И более того, приведу пример своей слушательницы, которая, это один из многих примеров, которая как раз после окончания нашей дипломной программы, но буквально в течение месяца получила работу. Поэтому по рекомендациям тоже будет достаточно подробный материал. Ну и, конечно же, конечно же, приятное, обязательно, это скидочный купон для участников дня открытых дверей. Тоже такая приятная, приятный такой бонус. Ну что, уважаемые слушатели, если вопросов по плану дня нет, то поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Если есть какие-то вопросы, то пишите. Как я и говорила, на горящие отвечу сразу. На те, которые более стратегические, обязательно отвечу, но уже после окончания основной части презентации. Итак, давайте поговорим об основных трендах. Ну, во-первых, смотрите, не знаю, новость это для вас или нет, но уверена, что как минимум понимание того, что мир постоянно изменяется, и чем дальше, тем быстрее изменяется, это есть абсолютно у всех вас. Так вот, с учетом того, что один из основных инструментов, я сейчас чуть позже расскажу, почему, ответа, нашего ответа, да, на изменяющийся мир, есть как раз управление проектами. Так вот, к 2030 году прогнозируется ежегодный дефицит управляющих проектов, или ПМ, ПМ, проект менеджеров. Причем ежегодно две, там, с лишним, два с лишним миллиона. Это значит, что для нас, что у нас есть у всех прекрасная возможность стать лучшими среди этих двух миллионов и стать востребованными, быть востребованными. Следующий момент, который тоже очень важен, это роль аналитического мышления и вообще аналитической культуры в управлении проектом или в компании. Так вот, к 2025 году, это по данным международных исследований, это как раз компетенция, аналитическое мышление, да, компетенция номер один к 2025 году. Ну, по сути, сейчас это уже тоже крайне востребованная компетенция. Почему? Да потому что анализ как раз нам помогает принимать правильные решения, выбирать правильные проекты для реализации. А вот поэтому, поэтому, вот этот блок тоже нужен. И сейчас я стала замечать следующий момент, что появилась такая тенденция, что управляющие проектами стали достаточно часто посещать и изучать, не просто посещать, а изучать, и наши аналитические программы в учебном центре специалистов. И делают они это абсолютно правильно, потому что вот где-то вот на этом стыке как раз и будут самые востребованные специалисты. Ну, и, значит, для руководителя проектного офиса аналитическое мышление – это просто мастер. Почему? Опять же, чуть позже мы сейчас посмотрим, буквально на следующем слайде или через слайд. Вот, таким образом, что у нас имеется? Востребованность в управляющих проектами, востребованность грамотных управляющих, которые как раз обладают, ко всему прочему, еще аналитическим мышлением. И здесь я просто не проставила на слайд, ну, еще, конечно, очень важная работа в гибридных командах. Опять же, аналитическое мышление очень хорошо помогает, в команде быстро сработятся. То есть, основные вот тренды говорят нам о том, что и управляющих проектами востребованность в них будет существенно выше и будет продолжать расти, и, конечно же, будет расти потребность в тех людях, в тех специалистах, которые руководят управляющими проектами и задают правила игры. Ну что ж, давайте посмотрим тогда. Во-первых, вспомним, что такое проекты, программы и портфели. Коль у нас речь сегодня ведь идет и о портфелях, да, управляющих не только проектными офисами, но в том числе и портфелями, а и программами в том числе, да, то есть проектный офис, он вообще законодатель во всех этих направлениях. Поэтому давайте кратко вспомним, что это такое. И уже перейдем, собственно говоря, непосредственно к определению руководителя проектного офиса и, собственно, определению проектного офиса. Итак, давайте кратко просто напомню, что проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Те из вас, кто изучал или читал последнюю версию PMBOK, седьмую редакцию, да, знают, что здесь еще добавлено не только уникальный продукт, услуга, но еще и ценность. То есть ценность вот в седьмом PMBOK обозначена отдельно, потому что наверняка вы сталкивались, что все вроде бы уникально и все вроде бы хорошо, но только это никому не надо. Так вот, в проекте надо не просто уникально за ограниченное время, но еще и то, что действительно нужно потребителю. А программа – это ряд связанных друг с другом проектов, которые, собственно, я не буду зачитывать, подробно скажу своими словами, а результат которых нельзя достичь одним отдельно взятым проектом или отдельно взятыми проектами. Ну и портфель – это как раз у нас то, что помогает реализовывать стратегию компании. Сейчас еще мы на этом остановимся. То есть вот это все должен знать руководитель проектного офиса, потому что, по сути, он управляет и портфелями, и программами. Что касается проектами, проектами он, в общем-то, не управляет, но закладывает методологию для управления проектами. Поэтому вот эти различия, это понимание знать обязательно надо. Ну и давайте еще посмотрим, что, как я сказала, что сейчас роль проектов крайне велика для любой компании. Почему? Да потому что, смотрите, у любой организации есть стратегия. Причем стратегия, естественно, на выживание, как минимум, а вообще у серьезных организаций на развитие. Так вот, чтобы это развитие осуществлять и даже выживание, необходимы как раз у нас, собственно говоря, определенные портфели. Портфели или программы. Но вообще обычно стратегию поддерживают портфель. Портфель поддерживает стратегию, а вот программа и проекты уже поддерживают портфель. Значит, давайте буквально несколько примеров приведу. Портфель – это то, что поддерживает какое-то стратегическое направление деятельности компании. Ну, например, в банках обязательно есть портфель для работы с юридическими лицами, с физическими. Или, например, в фармацевтической отрасли обязательно есть портфель, который связан с безрецептурными продуктами и с рецептурными. То есть вот основные направления деятельности как раз поддерживаются портфелями. Поэтому, опять-таки, поскольку вот это тесто связано со стратегией компании, руководитель проектного офиса очень должен хорошо понимать и знать и стратегию, и очень должен хорошо уметь связывать портфели, программы, проекты со стратегией компании. Поэтому без аналитического мышления руководителю проектного офиса никак. А, ну, значит, ну здесь, по сути, иллюстрация того, чем я уже сказала, почему проекты так популярны. То есть, да, это самый лучший способ, да и, собственно, наверное, единственный, перехода из текущего состояния в будущее. Причем не просто какое-то будущее, потому что будущее непременно настанет, а именно то будущее, которое мы с вами хотим. Ну и, коль все так серьезно с проектами, особенно если учитывать портфели, программы, то тогда что же должен делать проект-нофис для того, чтобы как раз вот все эти портфели, программы, проекты помогали компании становиться сильнее, эффективнее, достигать своих результатов. Причем не только на текущую перспективу, а на далекую перспективу. Знаете, у меня, мне повезло работать в одной компании, основатель которой вообще мечтала создать компанию, которая будет успешна на протяжении 500 лет. Ну, насчет 500 пока говорить сложно, потому что еще они не прошли, но уже 100 лет-то, к столетию вполне себе компания приближается. Вот, ну, возвращаясь опять-таки к определению. Итак, что такое проектный офис? Это самостоятельное подразделение в организации, причем именно важно самостоятельно, потому что оно должно быть, знаете, таким независимым, а иначе, собственно, предлагать именно оптимальную методологию бывает достаточно сложно. Так вот, это самостоятельное подразделение, на которое возложены функции по развитию проектной деятельности, то есть развитию той деятельности, которая помогает реализации стратегии компании. А также, смотрите, общая координация, ну да, чтобы правила этой игры по управлению проектами внутри компании были одни и те же, потому что в жизни далеко не всегда так. И, конечно же, мониторинг реализации проектов. Для чего? Ну, в частности, для выявления лучших практик или хороших практик, а также для своевременного принятия решения о том, что какие-то направления, может быть, надо поменять, координировать, может быть, и просто завершить. Тогда кто же такой руководитель проектного офиса? А это специалист, который определяет. Обратите, пожалуйста, внимание, единую методологию управления проектами согласует портфель со стратегией, то, о чем я уже говорила, выстраивает процессы, налаживает коммуникационные цепочки, контролирует дедлайны, оказывает сервисную поддержку проектной команды. То есть, если говорить проще, сейчас, когда мы будем рассматривать составные части программы нашей дипломной, руководитель проектного офиса, то вы увидите, что часть знаний, часть модулей программы, они нужны любому руководителю проекта. То есть не только проектного офиса, а просто руководителю проекта для того, чтобы ими правильно управлять. А вот часть элементов нужны уже, в первую очередь, именно руководителю проектного офиса. То есть это те модули, это те программы, которые как раз помогают единую методологию развить, согласовать портфель и, главное, очень хорошо уметь управлять изменениями. Поэтому как раз одним из модулей программы, вернее, одной из составной и составных частей дипломной программы является программа, в частности, по управлению изменений. Так, ну что, теперь давайте еще раз посмотрим повнимательнее основные топ-8 функций проектного офиса. Так, значит, и что? Ну, по сути, по сути, как вы видите, здесь просто все разложено наше определение на 8 составных частей. А еще раз, самое главное отличие руководителя проектного офиса от руководителя проекта – это методология и стандарты, это, соответственно, согласование проектов со стратегией и, главное, конечно, помощь и наставничество. Вот это то, чего отличает руководителя проектного офиса от просто руководителя проекта. Соответственно, раз у нас такая роль у него, и я бы даже, знаете, сказала, ну, своего рода суперроль, то, конечно, и программа разработана таким образом, чтобы помочь руководителю, текущему или будущему, выполнять все эти 8 основных функций. Соответственно, давайте посмотрим, что в себя включает программа. Единственное, что давайте я вот сейчас пока покажу вот этот слайд, так, сейчас секундочку, а потом мы вернемся как раз к предыдущим. Так, я думаю, будет совсем логично. Итак, что включает в себя программа дипломная руководитель проектного офиса? Ну, в первую очередь, естественно, она включает управление проектами на основе стандарта АПИМ-БОК 7, 7 версии, то есть актуальной версии. Что это значит? А это значит изучение основных принципов управления проектами. Вот они здесь представлены. А еще давайте тем из вас, кто раньше хорошо знает 6, тех из вас, кто знает 6, еще давайте на всякий случай просто расскажу, в чем разница, потому что это в программе тоже отражено. То есть здесь у нас, конечно, в 7 версии управляются принципы, рассматриваются, вернее, изучаются принципы управления проектами. И главное, сами-то принципы, они понятны, да, то есть лидерство, качество. Но это же никого не смущает, безусловно, это все очень важно, или адаптивность, управление изменениями, это все понятно. Но, понимаете, провозгласить принцип-то это еще недостаточно, это важно, но недостаточно. Так вот еще в рамках этого, этой программы изучаются области деятельности, которые как раз помогают эти принципы реализовывать. Вот, в этом, собственно, одно основное отличие PMBOK 7 версии от 6, тем, что в 6 была область знаний, 49 процессов, а в 7 все-таки все строится на принципах. Почему? Ну, вообще всегда полезно вспомнить вообще истоки возникновения PMBOK как такового, да. Он как раз был создан для обобщения опыта реализации серьезных проектов, лучших практик, причем таких проектов, как космическая отрасль и обороны. Как мы знаем, что проекты у нас есть не только такие масштабные, а есть, например, проекты по IT-разработкам. И там, собственно говоря, из этих 49 процессов есть далеко не все. Поэтому и в 7 PMBOK акцент делается именно на принципах, которые как раз, собственно, и позволяют достичь результатов в сегодняшнем изменяющемся мире. Повторюсь, области деятельности там, конечно, изучаются, потому что сами принципы, если мы их не поддержим и не скажем, как их реализовывать, то это, в общем, будет просто декларация. Хорошо, теперь дальше. Так, это я тоже вам как резюме покажу и заодно покажу потом там QR-код, чтобы вы сами смогли посмотреть программу на нашем сайте, да. Итак, дальше. Естественно, управление командой проекта. Роли, компетенции руководителя проекта. Для чего это надо? Ну, во-первых, чтобы соответствовать самому, а во-вторых, менторинг, наставничество, который должны оказывать руководители проектного офиса, а должно же оказываться не просто так на уровне своего опыта, но и на основе хороших или лучших практик. Дальше. Анализ управления рисками. Ну, думаю, агитировать никого из вас, особенно тех, кто хотя бы раз управлял проектами, для чего нужно управление рисками, не надо. Потому что мне очень нравится определение, которое дал Том де Маркер, автор книги «Дедлайн», что управление проектами – это, по сути, управление рисками. Не могу согласиться целиком, потому что все-таки кроме рисков и аспекта управления командой, изучения лучших практик и так далее, это все тоже очень важно. Но, тем не менее, скажем, принизить важность правильного управления рисками невозможно. То есть, да, если мы не умеем управлять рисками, то и более того, не умеем создавать методологию или адаптировать методологию управления рисками в нашей как раз компании, то тогда, конечно, проектный офис и руководитель, ну, вряд ли может быть назван эффективным. А дальше. Да, конечно, надо управлять командой рисками, качеством, кстати, тоже этот курс будет чуть ниже. Но при этом не надо забывать об инструментарии. Знаете, был, вернее, не был, а есть такой биатлонист Бюрдалин, если мне память не изменяет, вернее, если я правильно пронесла фамилию, который семикратный, по-моему, очень неоднократный призер Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира. Так вот, он говорил так, что, да, гонку-то выигрывают люди, но не надо забывать и про инвентарь. Так вот, мы не забываем про инвентарь и, конечно, в рамках программы дипломной идет изучение Microsoft Project Professional. То есть, та самая основная программа, которая позволяет эффективно управлять проектами. Однако, эта программа нужна и менеджеру, управляющему проектами. Для руководителя проектного офиса недостаточно владеть только MS Project. Для него, поскольку ему надо управлять и разным, смотреть, что происходит в разных проектах, управлять портфелями, а, как говорится, ну, смотреть, да, и закладывать методологию управления портфелями, ему нужна корпоративная система управления проектами. И это, конечно, Project Server. То есть, недооценить роль Project Server я, со своей стороны, не могу, потому что, когда одновременно приходится управлять несколькими проектами, либо управлять управляющими несколькими проектами, без вот единой такой, как говорится, свода, без единой аналитики, потому что происходит в других проектах, даже распределить ресурсы эффективно не получается. Поэтому, естественно, вот такая программа изучается. А дальше портфелями, проектами, проектов, продуктов и услуг, конечно, это вот специфика такая именно для руководителя проектного офиса. Про качество я уже говорила, да, обязательно, потому что все вы помните, собственно, в любом проекте, какие у нас треугольник золотой наш, это качество, это сроки, это бюджеты. Поэтому, конечно, управление качеством важно. Ну, дальше, руководитель проектного офиса однозначно должен хорошо управлять изменениями, иначе он не сможет эффективно внедрять методологию лучшей практики, эффективно внедрять те изменения, которые в организации необходимы для управления проектами. Ну и тоже специфика службы – это построение и развитие офиса управления проектами. Вот эти все программы, плюс последний практикум, крайне важен, это индивидуальный проект, потому что все-таки мы большое внимание уделяем именно практическим занятиям, практическим работам. Суха теория, мы вдруг, как говорил Великий Гет, а древо жизни пышно зеленеет. Так вот, без закрепления таким практикумам тоже образование руководителя проектного офиса нельзя считать законченным. Как видите, все очень сбалансировано, и давайте мы еще раз на секунду просто вернемся, чтобы вы увидели, что здесь у нас закрываются все основные функции, топ-функции проектного офиса. А, собственно, раз проектного офиса, значит, и руководителя проектного офиса эти функции тоже должны быть в полной мере. Ну что, а теперь давайте посмотрим, как особенности обучения в учебном центре специалистов. То есть составные части программы мы с вами рассмотрели. У вас потом будет, естественно, возможности задать мне вопросы более детально. Более того, сейчас вот просто покажу вам еще, специально подготовила слайды, чтобы здесь все было кликабельно, что называется, чтобы можно было провалиться, и сразу более детально посмотреть ту или иную программу. А вот, ну а теперь давайте просто про особенности поговорим. Итак, ну, во-первых, это дипломная программа. Что это значит? Дипломы профессиональной переподготовки. А во-вторых, вот такой сбалансированный именно набор программ, которые позволяют закрыть все необходимые компетенции, все необходимые области знаний для руководителя проектного офиса. Продолжительное сосвоение, значит, 3-6 месяцев. Кстати, вот обратите, пожалуйста, внимание, сама программа 246 часов, чтобы можно было действительно досконально все изучить и должным образом практиковаться. Да, 3-6 месяцев. Почему 3-6 месяцев? Ну, потому что кто-то может изучать, ну, я сейчас чуть позже скажу, вот, да, 5 занятий в неделю, а кто-то может, например, только 2 или раз в неделю изучать. Поэтому продолжительность программы будет разной. Более того, тут еще от формата зависит. Сейчас о формате я тоже скажу. 10 курсов я вам их представила, а продолжительность занятий 4-8 часов в неделю. То есть то, это либо по вечерам у нас с 18.30 до 21.10, либо полный день, либо на рабочий, рабочий день, либо выходной с 10 до 15.10. И, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание. А вот вместе с общей практикой, то есть 30-40% практики. Тут, конечно, почему еще 30-40% написала? Потому что, вот, на мой взгляд, на открытом обучении у слушателей все-таки есть возможность еще больше практиковать, чем в очном формате. Почему, тоже сейчас расскажу. Ну, и по итогам получаете практические знания, документы. Обратите, пожалуйста, внимание, карьерную консультацию и собственную портфолию. Про собственную портфолию я примеры вам покажу. Причем покажу не мои примеры, а примеры моих слушателей, которые учились у меня в группах, как они, собственно, в рамках как раз вот этой программы, собственно, уже готовили либо проект презентации для высшего руководства компании, либо, собственно, готовили портфолио для того, чтобы можно было с помощью его найти как раз работу своей мечты. А вот, ну, соответственно, давайте по формам немножко поговорим. Итак, очная она, понятно, на ней останавливаться не буду. Это стандартный формат, приходите в аудиторию, либо дистанционно, ну, собственно, дистанционно, это уже онлайн. Вот, приходите в аудиторию, слушаете теоретический материал, обсуждаем его, выполняем практику мы, ну, собственно, с 10, если в дневное время, с 10 до 17.10, либо по вечерам. Дальше, онлайн обучение, ну, по сути, то же самое, что и очное, просто здесь не надо приходить нам в учебный центр, можно подключиться дистанционно. Дальше, вот очень интересное индивидуальное обучение. Да, это когда, собственно, вы с преподавателем, и тут, конечно, преподаватель может максимально адаптировать под вас нашу программу. И давайте вот рассмотрим вот такие интересные форматы обучения, свободное и открытое. Свободное – это когда, с одной стороны, вернее, открытое обучение – это когда в определенное время, то есть вы можете в любое время рассматривать, просматривать записи занятий, слушать теоретический материал, но в определенное время преподаватель отвечает, ну, в режиме онлайн, по сути, на ваши вопросы и дает вам индивидуальные консультации. Вообще, очень удобный формат, как раз вот, на мой взгляд, если надо изучить курс, побыстрее дипломную программу, то есть вот очень хороший формат. И ждать курсов дополнительно не надо, группы быстро набираются. И, что важно, вот очень много индивидуальных консультаций можно получить у преподавателя, поскольку он занят именно не изложением материала, его вы слушаете в записи, а именно ответом на ваши вопросы и на ваши индивидуальные, собственно, задания. А свободное обучение отличается от открытого тем, что здесь вообще у вас время, вы планируете исключительно по своему графику, высылаете задание на проверку преподавателю, преподаватель вам дает обратную связь. Ну, то есть, смотрите, и то, и то удобно, на мой взгляд, ну, вообще все виды обучения, они полезны в зависимости от того, как вам удобнее. Вот, просто вот в открытом обучении преподаватель, он с вами, как минимум, в рамках таких вот часов занятий в свободном обучении, а преподаватель отвечает уже письменно на ваши вопросы. Ну, очень подробно, тоже детально. Это в плане форм обучения. Вот, значит, подводя некое краткое резюме, посмотрите, пожалуйста, вот здесь я вам специально выбила QR-код, где вы можете еще раз посмотреть и наш путеводитель по курсам, и еще раз детально посмотреть вот эти 10 программ, которые входят в дипломную программу учебного центра специалистов. Да, каждый блок где-то в среднем от 16 до 24 часов. Вот, это что касается именно самого наполнения программы. Давайте посмотрим, что получаете по итогам. Как я сказала, практик много, поэтому, собственно, не просто теорию изучаем, а, собственно, как раз вот все то, что вы сейчас посмотрите, это все вы получаете по итогам обучения. И составлять модель жизненного цикла, и план проекта готовить и защищать, и проектные команды как формировать изучаете, и как проектный офис сформировать, и управлять рисками, и стандарты применять, и, собственно говоря, планировать ход реализации, отслеживать, эффективно использовать коллективные инструменты и внедрять изменения в практику организации. Вот это все, это все по итогам программы вы не просто теоретически, но и практически делаете. Так, вот основные моменты, касающиеся именно наполнения программы, мы с вами рассмотрели. То есть, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. Артем, по поводу Стива Джобса чуть позже скажу. Я думаю, что он не руководитель все-таки проектного офиса, он круче, он все-таки был руководителем компании. Так, давайте сейчас я, да, по наполнению программы отвечу на вопросы, а про Стива Джобса мы с вами еще попозже порассуждаем. Значит, инструментарий, специфический инструментарий. Да, конечно, MS Project. MS Project. Это самый, что ни на есть хороший специфический инструментарий. Честно скажу, очень его люблю, крайне удобен. Вот все остальные, типа, сейчас вот очень популярны такие вещи, как Trello, Mira, вот эти все доски. Да, их можно, но это, конечно, никаким образом не сравнится с функционалом Project Server. Чем мне еще Project Server нравится? Там еще можно опросы проводить. И, собственно, вот эти опросы позволяют основные драйверы выявить для компании оперативно. и, собственно, еще раз приблизить все наши проекты к тому, что нужна компания. Так, значит, смотрите. Ну, риски, конечно, есть всегда, да, потому что, ну, и сейчас тоже они есть. Если говорить по поводу, ну, пока все-таки в Project работаем, и, в общем, большинство компаний все-таки продолжают работать. Особенно, если международная компания, там проблем вообще нет. Что лучше выбрать в плане отечественного? Вы знаете, Сергей, смогу ответить на ваш вопрос чуть позже, объясню почему. Мои коллеги, которые победили как раз в Сколково, в школе стартапов, которые имеют колоссальный опыт сами управления проектами, в том числе международными, сейчас создают очень интересный инструментарий, очень интересный ПО. Вот, думаю, что где-то ближе к осени смогу ответить на этот вопрос. Значит, чтобы не забыть об этом, Сергей, если это важно, я в конце, естественно, дам ссылочку на свой сайт, дам ссылочку на свой адрес вам, и можно будет мне просто потом задать вопрос. Так, уважаемые слушатели, есть еще какие-то вопросы по части именно программы обучения. Но, тем не менее, еще раз, Сергей, пока я бы все-таки с удовольствием работала, продолжала с удовольствием работать на MS-проджекте, и, собственно, поэтому мы в учебном центре это специалисты, продолжаем обучать. Были бы большие риски, мы бы, конечно, уже перестали бы это делать. Мы тут достаточно оперативно реагируем. Так, итак, уважаемые участники круглого дня открытых зверей, скажите, пожалуйста, по наполнению программы, есть ли какие-то вопросы? Потому что сейчас я хочу уже перейти к тому портфолио, к примеру, портфолио, которое вы сможете создать, обучаясь на дипломной программе, и, собственно говоря, Максим, повторюсь, готова буду чуть позже ответить на… Потому что есть, разработки есть, то есть там, где в госкомпании, да, конечно, если в госкомпании согласна с вами, то есть уверена, что чуть позже как раз смогу ответить в полной мере. Еще раз говорю, знаю, что вот как минимум о нескольких разработках, которые, я надеюсь, что очень близко как раз повторят функционал, поэтому обучаться работать в Project Server, в MS Project вполне можно, ну, потому что, еще раз говорю, там будет все очень близко. Так, значит, еще какие-то, если вопросы есть, задавайте. Если нет, то давайте перейдем дальше. Уже к практическим работам портфолио, то есть я специально постаралась побольше материала дать вне таких вот официальных ссылок, то есть дополнительно к тому, что вы легко найдете на нашем сайте. То есть специально дала, именно вот материал построила таким образом, чтобы дать теоретический материал, который поможет понять суть программы и поможет получить полезную информацию. Так, кто-то хочет вопрос задать? Да, задавайте. Так, пока не вижу. Ну, будем считать, раз вопросов нет, идем дальше. А вот, ну что, и давайте поговорим все-таки о поиске работы, да, и как раз о том полезном, чем учебный центр специалистов вам может и в этом помочь. Ну, обратите внимание, тут ситуация на рынке труда с марта 23-го года глобально не поменялась, поэтому я как раз показываю слайд, подготовленный нашим отделом учебного центра специалист, который как раз помогает в трудоустройстве выпускников наших. Итак, значит, посмотрите, в основном идет не прирост вакансий, а где-то даже и падение по ряду специальностей, а идет в большей степени прирост резюме, как по России, так и по Москве. Что это нам для нас с вами значит? Это для нас с вами значит, что компетенции в плане управления проектами, вспоминаем, да, текущие, помним, тренды современные, а также наши знания крайне нам нужны. А им очень, кстати, в этом плане полезны, полезны для того, чтобы вот при отсутствии просто вакансий получить ту работу, которую, знаете, мне не всегда нравится называть работой мечты, но по сути это так и есть, ну, как минимум желаемую работу, да, то вот очень помогают такие документы. Они действительно мало того, что государственного образца и где-то международного образца, одни еще очень котируются. Как я вам приводила пример своей службе, здесь вот буквально последний, когда она после декрета закончила дипломную программу и в течение месяца нашла работу, о которой мечтала. Таких случаев много, это просто из, как говорится, ситуации буквально из последних двух недель. Дальше. Что еще? Вот, кстати, вот, пожалуйста, тоже посмотрите отзывы, что да, действительно, видите, это к вопросу вот об, например, управлении организационными изменениями, тот курс, который входит как раз в дипломную программу. Дальше. Что важно? Знания, конечно, нужны. И учебный центр специалист дает их в достаточном количестве. Но помимо этого, конечно, нужен опыт. Да, опыт в рамках обучения есть. Но очень полезен, например, и опыт в волонтерских проектах, но в частности, как раз в Национальной ассоциации профессионалов, управляющих проектами. Например, вот у нас сейчас проводится под моим руководством новый проект, то есть который в 1 сентября будет завершен. Как это выглядит? Значит, давайте покажу, это тоже может быть вам полезно. Сейчас, секунду. Должно бы открыться. Ага, отлично. То есть, посмотрите, пожалуйста. Ну, во-первых, что можно получить еще, управляя волонтерским проектом? Серьезные совершенно отзывы проектной команде, если вы входите в ее состав, от серьезных организаций. То есть, если активно участвуете в волонтерских проектах, а туда мы берем все-таки тоже, стараемся брать, очень хорошо берем после специалистов, ну, то я в свою команду всегда беру. Очень охотно о людей, обучившихся в учебном центре специалистов, потому что знаю, что гарантия качества. Вот, дальше, помимо вот отзывов таких можно получить, обратите, пожалуйста, внимание, вот, например, по итогам проекта. Вот тоже такая очень красивая страничка, которая тоже помогает, соответственно, сделать на нее ссылку и найти работу. То есть, это вот по итогам обучения можно пройти практику в Национальной Ассоциации профессионалов, управляющих проектами. Вот, например, приняв участие в разных должностях, в волонтерских проектах. Обратите внимание, пожалуйста, тут как раз ведущие специалисты. Вот Александр Ли, он один из ведущих методологов Казахстана. То есть, проекты до сих пор проводятся и международные в том числе. Вот, это к вопросу о том, что еще можно, да, обучаясь в учебном центре специалист, что еще можно. Тем более, что как раз вот с такими сообществами учебный центр специалист тоже активно участвует. Дальше, конечно, портфолио. И давайте сейчас покажу несколько работ, которые делают мои слушатели. по итогам, вернее, не по итогам, а в рамках обучения по программе, по дипломной программе руководитель проектного офиса. Ну, вот, в частности, посмотрите, это вот такой шаблон очень интересный по управлению, в рамках программы управления рисками. Сейчас покажу, как он выглядит. Он, так знаете, довольно-таки интересно выглядит. Сейчас я сделаю вам погромче. То есть здесь мы как раз учимся считать резерв на риск. И вот, посмотрите, это вот руководителю очень можно даже представить любому этот шаблон. То есть, видите, здесь мы можем, например, с разной точностью рассчитывать и более того сразу показывать в режиме реального времени руководителю, собственно, какой резервный фонд необходимо запланировать в зависимости от определенной точности. Вот, пожалуйста, также, смотрите, сравниваем проекты, то есть мы отрабатываем риск-матрицу. Это все работы слушателей. Да, помогаем с шаблонами, но, тем не менее, это работы слушателей. То есть это не мое портфолио. Дальше давайте посмотрим, что еще. Пожалуйста, учатся заниматься постановкой проблемы, тоже даем шаблоны. Дальше, что еще? Я буквально, знаете, такие основные моменты. Дальше, посмотрите. Вот, помимо постановки проблемы, конечно же, реестр заинтересованных сторон, матрица заинтересованных сторон. Вот все эти шаблоны слушатели получают в рамках обучения по программам, и дальше очень охотно пользуются ими, как в своей рабочей деятельности, и очень как раз с большим энтузиазмом, собственно, получают одобрение от руководства. А дальше, что еще интересно, на мой взгляд? Вот, посмотрите, пожалуйста. Ага, вот эта презентация. Это в рамках обучения прямо готовят презентации. Да, здесь, естественно, видите, все цифры. Они нереальные, но это понятно, то есть коммерческую тайну мы, естественно, не просим раскрывать, но четко, пожалуйста, вот готовится, готовая презентация руководству компании, то есть здесь вот только цифры фантазии автора, а все остальное не фантазия, для того, чтобы по итогам обучения уже представить руководству свои предложения. В таких случаях у меня очень много у слушателей, уверена, у других преподавателей тоже. Вот, то есть вот это то, что мы помогаем в рамках обучения создать конкретное портфолио. А, так, значит, это вот третий момент, да, то есть помимо диплома, помимо возможности потом поучаствовать в проектах, в серьезных организациях профессиональных, вот портфолио. Дальше. Конечно же, рекомендации по поиску работы вы тоже получаете у нас в учебном центре специалист. Ну, можете, тем, кому это интересно. Пожалуйста, вот QR-код как раз на сайт, на, скажем, на раздел сайта нашего, где можно записаться на карьерную консультацию и тоже получить полезную информацию о том, как то же самое портфолио, как свое резюме лучше представить, как портфолио лучше представить, ну и так далее. Причем, если мы на курсах, на занятиях учим в плане методологии, то наши специалисты, они помогают еще выстроить вот и портфолио, и резюме таким образом, чтобы это заинтересовало работодателей. Ну и, уважаемые слушатели, конечно же, есть промокод на скидку, как я вам обещала. То есть, пожалуйста, весьма существенная такая помощь для того, чтобы вы могли выбрать программу и повысить свои профессиональные навыки. Так, уважаемые слушатели, ну, собственно говоря, вот здесь видите, скидка по поводу скидки здесь все подробно расписано. То есть, да, до 17.06 включительно она действует. И, собственно говоря, можно ставить заявку на сайте, на программу, и там, собственно, указать и скидку. Так, ну что, уважаемые слушатели, уважаемые участники нашего дня открытых дверей? Вот те вопросы, которые мы с вами ставили, о которых мы с вами договаривались, да, обсудить их. Давайте мы сейчас еще раз проверим, да, о современных трендах обсудили, что управляющие проектами нужны, еще обсудили, что очень нужны аналитические навыки. Поэтому аналитические компетенции, поэтому что, да, дополнительно к программе, естественно, можно выбрать еще и аналитические программы, которые закроют тоже и этот вопрос. А саму программу обсудили. Рекомендации по поиску работы, как в плане обучения, как после обучения, в плане работы, получения практики в работе профессиональной сообщества, как подготовку к своему портфолио, как консультацию нашего карьерного специалиста мы обсудили. Ну и, собственно, скидочный купон тоже я вам и с вами им поделилась. Собственно говоря, что тогда традиционно... Спасибо за внимание, тут немножечко, наверное, преждевременно, там еще будут два слайдика. А вот ваши вопросы, уверенно, самое время. Значит, по поводу, еще раз по поводу Стива Джобса, да, все-таки считаю, что он руководитель компании. Он действительно был одним из руководителей компании. Ну, если брать, что он был, руководил одним из подразделений, да, и у него определенный тип проектов был, ну, отчасти может быть. Но все-таки я думаю, что Стив Джобс, он повыше, повыше роль играл. Так, какие еще есть вопросы, уважаемые участники? Можно голосом, можно в чат. Если вопросов нет, то поставьте, пожалуйста, плюсики. Хотя бы несколько плюсиков хотелось увидеть, чтобы, да, а, так, так. Сейчас, секундочку, посмотрю. Угу, вот вопрос появился. Уместно ли выделять технологических проектов бизнес-руководителя? Проекты руководителя эти? Анна, считаю, да. Более того, как раз именно такой образ руководства, именно такой стиль руководства помогал нам реализовывать лучшие проекты, как внутри компании, причем на уровне нескольких стран, так и участвовали в конкурсе. И там, скажем так, по мнению IT-директоров России, тоже получили первое место за проект. Вот таким образом руководили, да, именно от бизнеса и от IT, да. На мой взгляд, очень уместно. То есть понятно, что можно про партнерство подумать, но, на мой взгляд, как раз логичнее не о дополнительной роли партнера думать, а вот то, что вы Анна предложили. Так, давайте посмотрим. Добрый вечер, можно еще вопрос? Конечно, конечно. Как вы считаете, после закрытия проекта и признания руководством его успешным, там, в соответствии с критериями, да, выполняет ли дальнейшее сопровождение проектного офиса уже закрытым проектом? Потому что часто бывает необходимость спустя там полгода-год вернуться и выполнить какую-то модернизацию, да, реинжиниринг определенный. ПИМО должен участвовать в такого рода работах, либо это уже считается стандартным функционалом подразделений, их контролем, их сопровождением. Спасибо. Смотрите, Анна, да, вопрос понятия. Спасибо большое за вопрос. Значит, все зависит от чего. Если мы это уже перевели из проекта в процесс, то там это, наверное, уже все-таки не ПИМИО, да, потому что любой проект рано или поздно перестает быть проектом и становится процессом. Ну, то есть разработали новый продукт, дальше его поставили на линию. Вот, но если вот мне все-таки видится ваш контекст, в вашем контексте да, потому что, смотрите, ПИМИО, он ведь должен не только, вот, как говорится, посчитали мы KPI по итогам проекта и закрыли этот вопрос. Нет, надо же ведь еще полезно отследить и через какое-то время, то есть в плане мониторинга, в плане учета отдаленного результата, это тоже важно. Вот, другое дело, что тут, скорее всего, если что-то надо модернизировать, это будет уже другой проект, потому что это, по сути, изменение скопа или изменение, ну, собственно, продукта, но в плане отдаленных результатов, да, пересматривать, мониторить их тоже полезно. Вот, ну, и до того момента все-таки, когда это становится операциями. Если это стало операциями, там уже, как говорится, тоже скорее новый проект. Она ответила на ваш вопрос? Так, уважаемые слушатели, у кого еще есть вопросы? Очень рада, да, что как раз вопросы есть. И вот вопросы такие очень интересные, действительно насущные. Значит, да, Сергей, Михаил, сейчас покажу как раз, Максим, так, покажу еще по поводу контактов. Значит, дальше, уважаемые участники нашего дня открытых дверей. Ну, во-первых, помните, что мы всегда рады помочь на вашем пути к успеху. И, собственно, это делаем уже 32 года. А дальше, да, давайте остаемся на связи. Вот здесь вот QR-код, опять-таки, для удобства сделала, для того, чтобы можно было зайти на мою страничку в учебном центре специалистов. Если кому-то важно еще получить ссылку на, например, проектную ассоциацию с тем, чтобы после обучения в учебном центре специалистов или параллельно участвовать в волонтере, в творческих проектах, то тоже могу ее прямо в чат вам дать. То есть QR-коды я регулярно для всех ссылок делала, так вам, чтобы было удобнее. Но если надо еще ссылками, пожалуйста, могу здесь продублировать в чат. Если есть какие-то вопросы, ага, поняла. Сейчас, Надежда, сделаю. Вот она у меня, видите, вот здесь специально она у меня, собственно говоря, есть. Сейчас я только ее, так, секундочку. Так, вот, пожалуйста. Это как раз именно за практикой. А знание специалиста, практика, пожалуйста, дополнительная, вот, в ассоциации. Более того, Надежда, если есть желание, то еще можете и вот к моему последнему проекту присоединиться. То есть так, чтобы не только учиться на занятиях, но и на практике тоже. Пожалуйста, буду рада. Так, хорошо. Значит, давайте вернемся. Все-таки хочется, чтобы последняя заставочка у нас такая была, традиционная, наша специалистовская. Так, а есть еще какие-то вопросы, уважаемые участники Дня открытых дверей? Ну, если вопросов нет, благодарю вас всех за активное участие, за активную работу. Пожалуйста, пишите, на сайте можно задать вопрос, на сайте можно записаться на консультацию. А вот всегда и я, и мои коллеги будем всегда рады вас видеть, и не только будем, но и всегда рады вас видеть на наших занятиях в учебном центре «Специалист». Значит, что хочу сказать. Презентацию мою, вот эту, вы сможете там, собственно, с QR-кодами, с явками, с паролями, вы сможете пересмотреть в своих личных кабинетах. Я прямо после нашего сейчас вебинара ее выложу, и там, где вы регистрировались на вебинар, вот в личный кабинет вы сможете зайти, этого курса, да, и скачать презентацию. Рада, что было полезно. И всем вам всего самого доброго, радостного, светлого. Пожалуйста, да, тем буду держать в курсе по поводу, собственно, аналогов. А пока обучаемся вот на том как раз инструментарии, который есть, тем более, что аналоги, когда будут, они будут, поверьте, очень похожи. Поэтому, собственно говоря, вот программа, она актуальна, несмотря ни на какие риски. Я сейчас отключу, остановлю запись, уважаемые участники Дня открытых дверей, но отключу вебинар только после того, как последний из вас отключится, потому что вдруг у кого-то еще возникнут вопросы. Продолжение следует...